Юлия Скрипаль идет на поправку. Накануне такие сообщения появились со ссылкой на BBC. Якобы ее состояние уже улучшилось, она пришла в сознание и даже может говорить. Прогресс есть и у британских следователей. Они наконец-то выяснили, что получить отравление бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь могли от прикосновений к входной двери в их собственном доме. Именно там концентрация яда была наиболее высокой. А вот от британских политиков по этой теме конкретных новостей было не так уж и много. Как еще они могут отреагировать на химическую атаку в Солсбери и правда ли, что российские богачи уже спешат покинуть британские острова? Продолжит Ирина Иванова. Дипломатическая эмиграция, которая войдет в историю. На этой неделе 28 стран отправили официальных российских представителей назад в Москву в ответ на просьбу Лондона о поддержке. Десант из 23 дипломатов Британия выдворила еще на прошлой неделе из-за отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта, в котором Британия обвиняет Россию. Бойкот поддержали 19 стран Евросоюза, а также США, Украина, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Молдова и Австралия. В НАТО объявили о высылке сотрудников миссии России при альянсе и отказе в аккредитации. А самая массовая депортация из Соединенных Штатов. Из общего количества полторы сотни, больше трети выдворил Вашингтон. И закрыл генконсульство в Сиэтле из-за близости к одной из военных баз, где дислоцированы подводные лодки. Наши друзья и партнеры в ЕС, Северной Америке и НАТО проявляют большую солидарность с нами в течение последних недель, когда мы преодолеваем последствия атаки в Солсбери. Вместе мы дали понять России, что не потерпим дальнейших нарушений международного права и нивелирования ценностей. В ответ Россия громко хлопнула дверью. Генконсульство США в Санкт-Петербурге. Ведомство закрыли. И выслали 60 американских дипломатов. 58 из Москвы, двоих из Екатеринбурга. Всем присвоили статус персона Нонграда и дали неделю на сбор чемоданов. Россия продолжает утверждать, новичок не их разработка и обещает ответные меры всем странам, которые выслали их дипломатов. Мы стремимся к открытому диалогу с Москвой без каких-либо двусмысленностей и призываем Кремль уважать международное право. Что меня поражает в современном мире, так это то, что отдельные силы, включая Россию, постоянно пытаются обойти международное право. В любом случае, британцы уверены, высылка российских дипломатов – это колоссальный удар по разведке и шпионской сети Кремля. Кроме того, в Лондоне решили прижать Москву и на других фронтах. Например, пересмотреть программу выдачи так называемых «золотых виз». Речь идет о визах для инвесторов. До 2015 года их выдавали бизнесменам, если те вкладывали в британскую экономику не менее двух миллионов фунтов. Россия не успели получить около 700 таких позволений. Позже требования ужесточили и количество выдаваемых виз сократилось почти на 85%. Теперь правительство проанализирует документы, на основании которых бизнесмены получили инвестиционные визы до 2015 года. Будет правильно, если мы в целом посмотрим, правильно ли сработала программа, не было ли в ней лазеек для тех людей, которые бы получили отказ в ином случае. Также Тереза Мэй предложила запретить продажу российских бондов на лондонской бирже. Еще один удар – борьба с отмыванием денег. Финансовый комитет Палаты общин начал расследование экономических преступлений. Вычистить эти авгиевы конюшни будет непросто. По данным Transparency International, россияне вложили в британскую недвижимость миллиард 200 миллионов долларов грязных денег. Из-за этого столица королевства даже получила прозвище «Лондонград». Но с января в Британии появился правовой инструмент. Заработал закон о криминальных финансах. Он позволяет арестовать имущество, происхождение которого не подтверждено. К слову, на этой неделе некий бизнесмен потерял свои активы на 22 миллиона фунтов. Его гражданство не раскрывают. На фоне скандала с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании также готовят новую антитеррористическую стратегию. Нынешнее законодательство не отвечает реальным угрозам. Решили в правительстве Терезы Мэй. Сам Сергей Скрипаль до сих пор в критическом, но стабильном состоянии. А вот его дочь Юлия пошла на поправку и даже заговорила. Появились новые детали и в расследовании. В Скотланд-Ярде сообщают, что жертвы, скорее всего, были отравлены у себя дома в Солсбери.